Девушки отдыхают Мы решили выпустить интервью с нашим знаменитым хоккеистом Сергеем Абуховым, Антон Погодин. В общем, после 13 часов слушайте эту программу. Напоминаю, что нас можно слышать не только в эфире, но можно и посредством интернета. Если вам так удобнее, ссылка на наши эфиры размещается в телеграм-канале Кировград. Заходите и подписывайтесь. Также там, а еще на нашем сайте, в нашей группе ВКонтакте, самые свежие, самые актуальные новости. Следите. В общем, все ресурсы для вашего удобства есть. Тема нашего первого часа. Мы сегодня про бизнес будем говорить. Гостья Наталья Ашихмина, эксперт в сфере земельно-имущественных отношений и кадастровых работ. Директор агентства кадастра и технической инвентаризации объектов недвижимости Актион. Наталья, добрый день. Добрый день. А зацепились мы за этот вопрос. Почему? Потому что есть довольно интересная статистика. Более 200 в этом году предприятий малого и среднего предпринимательства создано. В прошлом году почти 400 предприятий. И мы понимаем, что бизнес в последние годы переориентируется в том числе на переработку чего-то или производство чего-то. И для того, чтобы открыться, понятно, что нужно соблюсти массу юридических моментов. Нужно понимать, если ты расширяешься, если ты строишь новые площади, как не ступиться, какие есть подводные камни. Об этом мы сегодня с Натальей будем говорить. Давайте, Наталья, мы разобьем, ну так скажем, на сегменты нашу программу. То есть поговорим о тех предпринимателях, которые покупают участок под строительство производства, под производственную площадку. О тех предпринимателях, которые работают на готовой юридической площадке, ой, производственной площадке, покупают уже готовую площадку. Либо расширяют дело. Ну, либо площади, либо еще что-то, да? То есть такие три основные группы у нас получаются представить массы. Да, 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 да. Совершенно верно. То есть на что обратить внимание? Так, ну, такое небольшое предисловие. В связи, все понимаем, с экономической ситуацией в стране у нас последние пару лет прямо очень сильный всплеск запроса именно по производственным площадям. Это как и по земельным участкам, так и по готовым зданиям, и для расширения площадей, и для новых. И очень радует тот факт, что многие предприниматели, у которых там большая производственная база, задумались о том, чтобы привести существующие активы в порядок. Ну, начнем с того, что если вы придумали организовать с нуля какое-то производство, нашли для этого участок, я всегда рекомендую проконсультироваться, сможете ли вы осуществить все свои желания на данном земельном участке. Учитывая то, что у нас в городе Кирове очень такие сложные специфические правила землепользования и застройки, есть утвержденный генеральный план, и поэтому для строительства совершенно новых каких-то производственных территорий в черте города места не предусмотрено. И поэтому приходится вписываться в существующие правила землепользования и застройки и как-то с этим работать. Первое, что когда вы нашли участок, надо посмотреть, в какой зоне по правилам землепользования он находится и возможно ли вообще там размещение тех производственных площадей, которые вы хотите. Речь идет о размерах этих производственных площадей или о видах бизнеса, которым собирается заниматься? Когда вы покупаете участок 10 соток, ну, соответственно, вы 5000 квадратных метров производственных площадей на них не построите. То есть, когда вы решили покупать участок, вы должны уже примерно понимать, какие объекты, что производить будете. Насколько пригоден участок. Да, насколько пригоден участок, исходя из этого и анализировать. То есть, да, вы убедились, что, да, по правилам землепользования застройки подходит. Дальше смотрим существующую, ну, топографию запрашиваем в архитектуре и смотрим вообще, какие инженерные сети есть, существующие, несуществующие. Очень важно смотреть, какие подъезды. Так, все-таки у нас в производственной площади большие участки дробят. Ну, взять эту же там улицу производственную, базовую, там ранее существовавшие предприятия раздробили. И к некоторым участкам, чтобы подобраться, там надо проехать еще там через 10 участков. Через территорию других участков, да. Как я люблю говорить, что сегодня вы с соседями кофе пьете в одной кофейне, да, завтра вы стали кровными врагами. И вам закрыли въезд, и можно на вертолете попадать со всеми своими фурами на участок. Поэтому это один из основных аспектов, которые надо смотреть. Важно также проанализировать размещение инженерных сетей, возможность. То есть, если есть существующие, может быть, съемка давно не обновлялась, каких-то этих сетей нет. Важно понимать собственников этих сетей, если они не относятся там к соседнему, вы его не знаете. Потому что все это нужно будет согласовывать. Важно понимать геологию участка. То есть, как, если вдруг вы придумаете там бурить скважины для воды, нужно понимать, как это даже понимать, как фундаменты рассчитывать. Ну и на самое сладкое, то есть, нужно попробовать вписать в эти параметры участка параметры своего здания. И это тут очень часто хотелки собственника, они не совпадают с реальностью, с бытом. А участок-то уже куплен. Ожидание реальности. Да, участок-то уже куплен. И поэтому вот такой порядок анализа, он необходим. Он не так много времени, это, возможно, много наговорил. Он, ну, пару недель нужно. Возможно, даже если там так глубоко не надо, там неделя-две нужно на анализ, нужно поговорить с проектировщиками. И все, и чтобы уже собственник потенциальный, он понимал весь расклад работ, сроки и, соответственно, стоимость. Так как, ну, строить и проектировать перед этим у нас удовольствие не из дешевых. А слушать сколько надо, ну, даже у меня вот... Я, кстати, хотела спросить, это в режиме одного окна возможно сделать или надо отбежать ножками? Нет, это возможно, но я придерживаюсь того мнения, что каждый должен заниматься своим делом. Собственник, он за это время, что нужно с документами, он больше заработает денег, чтобы... Занимается своим профильным делом. Профильным делом, да. И ведь каждый будет разговаривать, ну, в меру своих знаний. А как я говорю, особенно с нашими службами, что с администрацией, что с теми, кто согласовывает, нужно разговаривать на одном языке. Как я говорю, нужно знать, что спросить, и ты должен уже понимать, что ты хочешь получить ответ. Нет, нет. Так ведь и диалог нужно строить. Ну, и не всегда... Иногда недостаток знаний может привести не к самому лучшему результату в итоге. Да, правограмотность у нас, у населения страдает, и предприниматель, он хоть закончит там пять институтов, но невозможно знать всё, поэтому лучше работать с узкими специалистами. Ну, и понятно, что он на практике не прошёл, да, какие-то вещи, он не знает, где там могут быть какие-то тонкие моменты, нюансы, подводные камни. И ещё хочу сделать акцент на то, потому что очень много за последние годы сталкивались, так как если вы берёте уже там существующий участок какой-то там покупаете, важно изучить историю документов этого участка, чтобы потом не уйти в судебные экспертизы. Есть у нас так, то есть вплоть до того, на основании чего участок предоставлялся, какие документы. Было раньше, проводилось у нас межевание, не только сейчас проводится, оно там и 15-20 лет назад проводилось, но по-другому эти работы проводились, и важно всё это посмотреть. И иногда бывает так, что нужно передать сначала там многие документы, исправить. Вроде да, ты берёшь, да, вот у меня тут не положено строить то, что я хочу. Когда начинаешь изучать историю этого объекта, там всё можно сделать, надо поправить. Может, старые документы поправить, нести изменения в существующие. Поэтому тут прямо рывком за месяц, за два не стоит рассчитывать. Ну, я всегда говорю, такие документы на большую стройку, ну, не меньше года. Если это с землёй разбираться, всё, да, понятно, можно это и быстро сделать. Но бывают случаи, вот, ну, работам по году. То есть, а если у тебя уже есть земля, и ты только собираешься строить, эти сроки сокращаются? Ну, то есть, если участок уже есть, не надо проверять там его юридическую частоту. Ну, да, 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 да. Ну, не всегда они могут сократиться, потому что есть он участок, вы его использовали. У нас тоже, к сожалению, правила землепользования разработаны так, что, ну, невозможно учесть та фактическая застройка и фактическое пользование, какое оно есть. И часто бывает, что оно, да, ну, стоит здание на участке какое-то, да, но оно не соответствует параметрам, которые в настоящее время нормативом действуют, и приходится, ну, всё равно какие-то вносить изменения и так далее. То есть, даже если ваш участок собственности, и вы будете строить, то всё равно нужен анализ документов, потому что стоял у вас там производственный цех, вы производили продукты, да, грубо говоря, а сейчас будете производить металлоконструкции. Ну, требования совершенно разные к производству. Это может быть, вы просто снесёте и будете строить склады. И тоже ещё надо, наверное, понимать, что можно хранить на этих складах, а что нельзя. Ну, конечно, потому что от этого зависят нормы при проектировании. Ну, и в том числе условия проверки, наверное, да, они либо там более какие-то простые. Да, у меня есть там одна из любимых поговорок, у нас собственники считают, что моё, что то хочу, то и делаю, но это глубокое заблуждение. Нельзя даже на своей собственности делать то, что тебе заблуду рассудиться. Всё равно нужно соблюдать нормативы. Получается, что у нас с покупкой участка лучше не связываться? Нет, почему? Это не так категорично. Если у вас есть определённые планы на развитие, связываться надо и нужно, чтобы развиваться, просто нужно специалистов правильных подключить. Я просто пытаюсь понять, что всё-таки выгоднее купить участок и построить под свои нужды. А тут уже именно каждый вопрос индивидуально рассматриваться. Иногда и то, и другое, или то, или другое можно сделать быстро, а иногда, ну, с обеими вариантами завязывать в документах. Ну, а если, например, у нас есть готовое здание, что здесь нужно проверить? Может ли процесс проверки готового здания вот на участке занять больше времени, чем если бы мы начали строительство? Ну, тоже начнём с того, что у вас здание стоит, есть у него по документам определённое назначение. Если оно построено там в 80-х, 90-х годах, ну, там нормы при проектировании тоже были другие. Ну, он будет однозначен, он будет быстрее, но кардинально вы точно не измените. Вы из производственного цеха гостиницу не сделаете. Там же есть какие-то санпины, да, вот это вот всё. Да, да, да. То есть, не знаю, там, марина проёмов, ещё что-то, да? Да, вот правильно, знающий человек сказал, что это тоже очень важное требование при организации пожарной безопасности, как раз ширина проёмов тоже зависит. Ну, тоже нужно изучать, то есть делается обследование здания, оно конкретно делается, и там уже со специалистами разговаривают. Если мы возьмём какие-то практические примеры, ну, вы же, наверное, в своей работе сталкиваетесь, да, вот с какими-то обращениями предпринимателей, ну, на практике давайте разберём. За последний год вот мы привели в порядок три такие довольно крупные производственные базы. На одной базе мы отмежевали участок, сделали изыскания, там, геологию, геодезию, согласовали все, оформили перепланировку существующих зданий, присвоили правильно всем адреса, зарегистрировали новые объекты, стоящие на участке. Есть такое понятие сейчас объекты вспомогательного использования, которые можно, а если они ранее по сторонам зарегистрировать, без разрешения на строительство, не проходя вот эту всю... Это как дачная амнистия, немножко похоже, да? Это промышленная амнистия, так и в узких кругах называют. И вот сейчас заканчиваем работой по реконструкции существующего здания. Другая база, вот есть здание, оно в долевой собственности находится, да? Но очень сложно работать и согласовывать всё, когда у тебя доли. Мы это здание разделили по помещениям. Но они получились плюс-минус одинаковые площади, и, соответственно, у одного собственника, одно свое помещение, у этого, ну, доли на землю зарегистрировали. Бывало ли такое, что приходилось заказчиков отговаривать от каких-либо работ на участке? Вообще, я сейчас, слушая нотарию, понимаю, что на самом-то деле надо приходить к специалисту не в тот момент, когда ты уже купил здание либо участок, а на старте. Когда ты думаешь. Когда ты только задумываешься об этом, то есть надо идти и говорить, что вот, я там присмотрел такие-то, такие-то, такие-то варианты. И главное, ну, как на исповеди, всё сказать, то, что вы хотите с ним сделать. Всё предельно честно. Потому что мы в процессе работы, не я одна работаю, можем порекомендовать и просчитать то, что дальше у вас возникнет с объектом. То есть мы уже рассматриваем документы с точки зрения проверки каких-то существующих организаций, особенно когда там идут торговые площади или что-то. Но можно вот мы там схитрим, сделаем так и использовать будем по-другому? Никто же не узнает. Какие последствия? Да, да, никто не узнает, да. Кроме того, как мы сейчас расскажем всё об этом. И поэтому, неважно, производственно вы придумали покупать недвижимость или там торговую, то есть для ведения бизнеса, для ведения каких-то там бизнес-процессов, лучше предварительно проконсультироваться. Это немного времени займёт. Это стоит не миллионы, не десятки миллионов, по сравнению с тем, что вы выкладываете за эту недвижимость. Потому что может оказаться так, что переделывать что-то. Смотреть, платить дважды. Да, да, да. Ну и нужно на перспективу всё-таки смотреть. Конечно. Наталья, а по вашему опыту всё-таки вот производственные площади либо участки земельные, грамотно оформленные в процессе вот уже, ну, предложения к продаже, да, и неграмотно. Всё-таки вот в центре города, например, у нас все эти земельные вопросы уже как-то утрясены, урегулированы, да. А, например, там где-то на окраине не очень хорошо. То есть вот человек думает, где бы мне взять площади, где-то там, например, на выселках, да, что называется, либо в центре. А можно и там, и там столкнуться. Понятно, что такая сложившаяся черта города, и особенно где производственная застройка, если мы говорим сегодня об этом, там вроде и старые документы, начинаешь смотреть их, когда изучать историю документов, ну, можно столкнуться с таким. Ну, вот приведу пример тоже. Недавно в суде сидели, делали судебную экспертизу, делали её полгода, сами собственники в судах уже около двух лет. Ну, там тоже выяснилось в процессе разбирательства, что там проблемы с ранее выданными документами, и собственники сейчас, ну, пожинают плоды вот тех, которые даже не они эти документы делали, не это купили из зданий, это невозможно было проверить. Вот именно в этой ситуации бывает ситуация, что при покупке какие-то нюансы невозможно проверить, и они потом всплывают. Не застрахован нигде, ни на выселках, ни в центре города. И там, и там может быть и просто, может быть и сложно. Может оказаться так, что ты в центре города покупаешь какое-то здание. Просто на окраине там больше вероятность каких-то, возможно, таких более перспективных участков найти, хотя навряд ли у нас же всем нужна при производственной застройке логистика сети очень дорого и сложно и долго тянуть полностью новые сети к производству. Тоже не устану повторять, особенно последние два года, у собственника, неважно какой недвижимости, активы должны быть в таком порядке, если ты придумал завтра продавать, что у тебя никто тебе вопросов не даст, и ты будешь уверен, что потом тебе не придут опротестовать сделку или не подадут в дальнейшем там в суд или еще что-то. Ты в любой момент готов взять ответственность за результат, если что, на себя в любом случае. Ну, надо понимать, да, что обстоятельства в жизни бывают разные, конечно, да, и действительно может оказаться так, что придется срочно решать, например, какие-то вопросы, там, либо с продажей, либо еще с чем-то. И их не всегда возможно бывает решить в отсутствии собственника, даже по нотариальной доверенности. Да, Наталья, еще такой вопрос. Ну, вот понятно, что есть, условно, там, помощники, да, кто помогает оформлять документы, еще что-то, еще что-то. Вы сказали, что это процесс небыстрый. Если бизнес к вам приходит и говорит, слушайте, а мне в другом месте обещали, что это вообще там за неделю все можно сделать. Ну, я в этом случае говорю, вот идите туда, а кто вам это обещал? А вы о последствиях предупреждаете в этот момент, да? Конечно. Ну, я глубоко не маналюсь, просто я определенный перечень говорю. Говорю, документы делают у нас инстанции, которые, ну, не в частном секторе работают, это органы власти, а их подведомственные, КГУП и МУПы, у них есть определенные регламенты. Сроки. И чаще всего это регламент две недели, а еще чаще всего это месяц. И поэтому тут, ну, не перепрыгнешь. Тут все равно приходится соблюдать, не сделать проект за неделю, потому что ты только будешь месяц, даже в быстром темпе собирать документы. И изучать все, да? Ну, у многих, когда я придерживаюсь того, что как можно больше процессов запараллелить на одной организации, потому что можно запустить эти процессы параллельно. Развезли все документы по согласованиям, в это время там изыскание делаем, с проектировщиками работаем, то есть многие процессы идут параллельно. И не надо ждать одной конторе, пока сделает это, это, а я вот уже могу делать, например, только на основании вот тех. И я становлюсь заложником ситуации, и, соответственно, уже это, и договорные обязательства могут быть каким-то образом нарушены. В общем, всех, кто задумывается о производстве, о старте бизнеса, о расширении своего бизнеса, мы призываем быть максимально внимательным к документам, к сотрудникам компании, с которыми вы потом будете работать, обращать внимание на какие-то важные моменты, подводные камни, помнить о том, что в Кирове, наверное, как много где, да, там менялось законодательство и постоянно меняются какие-то нормы и правила, учитывать этот момент и не торопиться. Не торопиться, потому что... И хотелось бы в заключении добавить, ну, мы постоянно анализируем обновление законодательства, и вот в следующем году вступает, если я не ошибаюсь, в сентябре, ну, неважно, в следующем году, в силу нормы, которую мы как специалисты нуждали давно. Сейчас они будут подлежать сделкам со следующего года участки, которые ранее не проходили процедуру межевания. То есть при коммерческом использовании это уже редкость, но мало того, на неотмежованных земельных участках нельзя будет зарегистрировать новые объекты недвижимости. Поэтому настоятельно всех там призываю, рекомендую, советую, что, ну, задумайтесь о приведении в порядок документов сейчас, потому что, ну, законы у нас, и нашумевший закон о налоговой реформе, он тоже касается объектов недвижимости, там и повышенная госпошлина будет от определенной стоимости, у нас будет вводиться, такой рассматривается налог на элитную недвижимость, там тоже, ну, надо поработать с вашими имущественными активами. В какие сроки это надо сделать? Со следующего года, вы говорите, вступать прямо в середину года? Нет, точно не с 1 января, то ли с марта, то ли с сентября, точно не скажу. Время есть, но затягивать не надо, потому что мы помним, как у нас бывает, все откладывают на последний день, а потом стоят в длиннющих очередях и пытаются решить, мне надо срочно, помогите, пожалуйста. Спасибо большое нашей гости Наталье Ашихминой на эксперт в сфере земельно-имущественных отношений и кадастровых работ, директор агентства кадастры и технической инвентаризации объектов недвижимости «Актион» была у нас в студии. Наталья, до новых встреч. До свидания. Всего доброго. И мы продолжаем. Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировского филиала компании «Ты плюс» с нами на связи. Олег, добрый день. Добрый день. Слышно ли меня? Хорошо ли вы? Слышно, слышно, но можно немножко погромче говорить, а так вроде бы все хорошо. Да, Олег, не могли не спросить, видим, информацию о том, что почти 500 объектов, ну, 450. Цифры поражают. Ремонт привели в порядок сотрудники компании «Ты плюс». Видимо, речь идет о тех объектах, где шли какие-то работы по коммуникациям, и сейчас эти объекты восстанавливаются. Так ли это? Все верно. Это те объекты, где мы работы проводили зимой. Я поясню, в зимний период проводить благоустройство, то есть газоны, травка, асфальт, плиточка, невозможно. Да, мы понимаем, в каком клиенте. Но, да, и запрещено правилами благоустройства, поэтому делается черновое благоустройство. Вот. За зиму накапливается, за осенний-зимний период накапливается таких, ну, почти полдысячи, да. И, соответственно, как только наступают теплые дни, не просто теплые дни, как только просыхает грунт, уходит из него вода, чтобы кучения его не было, чтобы не переделывать. Когутка позволяет. Только тогда «Т-Плюс» приступает уже, ну, тепловые сети приступают к благоустройству. Этих мест. Ну, соответственно, там, где была плитка, выкладывают плитку, где был асфальт, асфальт. Есть тоже приоритетность. В первую очередь делаются объекты в красных линиях, во вторую очередь проезды дворовые, в третью очередь уже газонная часть где-то во дворах. Ну, и, соответственно, до конца июня, как и планировалось, мы завершили эту эпопею, и все объекты благоустройства, которые у нас были в черновом варианте, сделали, ну, соответственно, точку поставили, но это не значит, что точка. Да, у нас ведут гидравлические испытания, ежедневно мы больше десятка дефектов выявляем, где-то, опять же, приходится копать, безусловно, не все дефекты в теплых камерах предполагается раскопка. Но на данный момент, вот сегодня я уточнил специально, у нас нет нигде раскопок на данный момент центральной части с ограничением полного движения. То есть, где мы перекрыли бы дорогу, есть объекты, которые сейчас готовятся к благоустройству, могу перечислить. Это Воронского 16, Свободы 107, на Пятницкой 1, это недалеко от Аврага, Браздерихинского, Карла Липнахта 6, Пятницкая 107. Там идет подготовка, соответственно, под асфальтирование, и в начале следующей, в середине следующей недели уже все эти объекты, они будут сданы вообще у нас на то, чтобы провести благоустройство, это не считая ремонтных работ и раскопки, есть порядка 7-10 дней. Не 7-10, а 7-10, да? 7-10, да. То есть если у нас выявился дефект по гидравлическим испытаниям и с момента начала раскопки до момента благоустройства две недели, из них, соответственно, от 4 до 7 дней это непосредственно раскопка, поиск дефекта, сварка и так далее, все остальное время занимает благоустройство. Это действительно процесс длительный, гропотливый, многоэтапный, еще и дирекция городского хозяйства, она же принимает поэтапно, то есть лесок, несколько слоев, щебень, асфальт, особенно если это красные линии и дороги, очень щепетильно принимают, могут завернуть и сказать, давайте переделывайте, но, как правило, таких проблем не возникает, но времени требует до 10 дней, не надо забывать, что помимо этих ремонтов, сейчас у нас где-то порядка 50 объектов благоустройства в работе, вот это как раз те объекты, где проводились ремонтные работы по гидравлическим испытаниям и в той или иной стадии они находятся, где-то только еще засыпка осуществляется песком, где-то щебень, а где-то объекты, которые я называл, уже там асфальтируются, но, как правило, это все-таки дворы, да, то есть вот в центральных частях города в красных линиях это те объекты, которые я назвал, там, где уже асфальтирование и есть сужение дороги или трансфор нарушен или что-то еще, вот, и у нас еще 32 объекта же реконструкции в этом году, то есть опять же в год юбилейный мы постарались нигде там на магистрале не заходить, кроме одной улицы, вы, наверное, знаете, улицу давайте напомним улица Карла Маркса от Комсомольской до Азина до Блюхера вот она как раз до конца октября по договору у нас перекрыта, вот, ну, соответственно, к началу отопительного сезона все трубопроводы будут смонтированы, по устройству максимально сжатые сроки проведены, но по договору подрядчик обязан нам до конца октября сдать, возможно, сделать раньше, подрядчик хороший, вот, а так на остальных объектах семь объектов уже практически завершены, уже с благоустройством, где-то там, финальной стадии, где-то монтаж, где-то демонтаж трубопроводов, ну, как бы то ни было, там, каких-то рисков, опасений, недобросовестных подрядчиков, мы, по крайней мере, не допускаем, которые у нас проштрафились в предыдущие годы, поэтому должно быть все хорошо. Олег, я хотела спросить, я, насколько помню, вы в этом году действительно не работаете в центре города, да, вот по крупным таким проектам, именно в связи с тем, что год юбилейный, то есть вы ушли на периферию, из-за этого в следующем году нам ожидать каких-то масштабных работ именно в центре? К чему готовиться? Ну, безусловно, я сейчас не назову, потому что сам план, он до осени будет еще варьироваться, меняться, в зависимости от финансирования, от приоритетности, где у нас наиболее слабые трассы будут, но, допустим, в этом году планировалось продолжение перекладки улицы Казанской, не случайно, мы вот эту улицу Казанскую частично переложили от парка Александровского до Оврага, до улицы Корбачева, а часть, которая идет на север от Александровского парка, она уже настолько требует, прям вопиет, и каждый год там где-то какие-то эффекты случаются, понятно, что ну, нынче было перед днем города, буквально там меняли участок, как раз, который в этом году планировалось под реконструкцию, но из-за юбилейных мероприятий отнесли, я очень надеюсь, что на будущий год как раз дальше этот участок пойдем, уже от улицы Труда и в сторону профсоюзной какую-то часть, потому что, ну, мы несем ответственность полную за безварительное прохождение отопительного сезона, и, конечно, когда трубопроводы в таком состоянии, их надо капитально менять. то есть, где-то ближе к концу года можно ожидать список тех участков, тех мест, где в следующем году будут масштабные работы. когда список формируется, я поясню, мы его представляем в администрацию города, согласовываем в администрацию ей, они уже накладывают это на карту благоустройства дорог, и для того, чтобы синхронизировать, если мы где-то под дорогой ремонт ведем, и планируется по ПКД эту дорогу ремонтировать, они нам дают жесткий срок, что вот к этому периоду вы должны сделать для того, чтобы мы успели заформировать. Поэтому к концу года этот список появляется уже как распоряжение на сайте администрации, ну а мы традиционно, я думаю, сделаем карту реконструкции, чтобы всем ее показать. Спасибо большое, Олег Прохоренко, руководитель пресс-службы кировского филиала Т-Плюс, был с нами на связи, мы с Яной Добровой заканчиваем программу и прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин